Иногда встречается ситуация, но для меня это не иногда, когда родители берут ребенка, ребенок начинает плакать и чаще всего думают ой, мы там тебя разбудили, потревожили, давай ты не будешь реветь и не будешь нас тревожить. А тема на самом деле достаточно серьезная, поэтому вот у меня кукла размера младенец и вот скелет. Ребенок до тех пор, пока не научился ползать прочностью в теле, не обладают от слова совсем, что удельные размеры младенца, головы младенца, они в три раза больше, чем у нас. То есть пропорция веса и размера головы к телу, у младенца голова втрое выше, то есть мне бы на мою пропорцию, если бы я был младенец, голова была вот такая. Узрослая голова весит, я не мерил сколько, но не меньше пяти килограмм, то есть втрое это уже 15. И 15 на вот такую вот шею подвижную, это большая нагрузка, а для младенца нагрузка еще больше, потому что он не готов к вашим движениям, он их не знает, может быть есть проблемы с координацией, даже если их нет, он может просто отвлечься, ну или она. Поэтому делаем как надо, а надо, начнем с маленького, рука указательным пальцем идет даже не под затылок, она идет накрывая, то есть не под, а накрывая с собой затылок, а мизинцем упираясь на лопатки, как раз ширины руки хватает. То есть есть здесь шейный прогиб, и для младенца я накрываю всю эту область, для чуть более старшего ребенка как бы рука становится, ну субъективно поуже, ну младенец побольше, а точки все вот примерно вот такие. То есть на скелете это, ну на скелете, на взрослом, конечно, моей руки не хватает, но можно пользоваться большим пальцем и нужно, если дети большие, из-за там задержки развития или что. То есть вот я фиксирую голову, я фиксирую голову от перья разгибания назад, от компенсаторного резкого наклона и рывка, и больно будет шея вперед, ну потому что я держу на руке, и я могу ее поддерживать, потому что мизинцем я упираюсь, а здесь я могу держать, от резких наклонов вбок. Дальше я должен держать вес. Руку левую я уже задействовал для фиксации головы. Масса тела в основном сосредоточена в тазу, поэтому стандартный хват выглядит вот так. То есть вот сначала я завожу руку, фиксирую и даю ребенку осознать, потом беру выше таза. Ну можно, в принципе, держать вот так, но будет неловкая позиция по диагонали, сбоку, ну в общем-то как уже получится, мало ли ситуации какие. Момент номер два. Детей любят держать вот, ну допустим, взял правильный, да? Вот так. То есть одной рукой прижимая к себе и все вроде бы хорошо, да. Но взрослые вообще думали хоть раз своей головой, мышцы со связками достаточно развиты для этого? Нет. Пока ребенок не научился сам вставать, как минимум держась за, ну если старые кроватки детские, то ну вертикальные такие палки, очень удобно по ним вот так вот пытаться встать, для детей ему все очень нравится. Пока сам не научился вставать, то и имитировать стояние на руках категорически запрещено. Почему? Смотрим первый пункт. Удельные размеры головы, массы и абсолютно не готовность шеи управлять этим. Что значит не готовность? Так, зря положу. Мама держит вот так, ну или даже вот так. Ребенок сидит, а она стоит, потому что он изучает какой-нибудь объект. Да, все хорошо, а потом мама поворачивается, потому что у нее зазвонил телефон или что-то еще случилось. Вот эта вращательная вот так вот головой нагрузка сама по себе для абсолютно здорового скелета, она не травмоопасна, но для уже поврежденного, ну правда не сильно поврежденного, она усугубляет травматизацию. Ребенок, разумеется, начнет плакать, потому что это больно. Разумеется, мать судит по своим рецепторам удельные размеры головы у младенца в три раза больше, я не устану это повторять. И вот этого она для себя-то просто не замечает, для ребенка замечает. Поэтому простое правило, пока сами не научились вставать, стояния, извини, не доросли. Для ребенка будет капризничать, потому что ему интересно. Но интересно-то ему для головного мозга, для развития нервной системы, мы говорим про тело. И их интересы не сходятся, к сожалению. Ну или к счастью, на этом развитие строится. И третий, наверное, по хронологии и по важности момент, то есть после того, как я поднял, после того, как я держу уже вовремя, допустим, моему младенцу уже год, я беру под талию, под поясничный прогиб, чуть-чуть может быть выше, где он уже переходит в грудной отдел, где моя рука может фиксироваться. И я могу одной рукой вот так, по мышцам будет поудобнее, прижимать к себе. Допустим, ребенку уже год. И что это дает? Это дает дискомфорт, то есть я заставляю ребенка напрягать живот. В такой позиции, если он не будет напрягать живот, то кишки будут немножко сдавлены. Это не опасно, просто это неприятно. Но при этом, если вы держите, действительно, за начало грудного прогиба, то есть где поясничный лордоз в грудной кифоз переходит, если вы под это место поддерживаете, то на самом деле с органами ребенка-то ничего не случится, просто рефлекторно напрягается живот. Если был слабый, то будет неудобно. Если был нормальный, то это, в общем-то, даже приятно. И родители жалуются, что это и нам самим неудобно. Я говорю, да, правильно, потому что должен ходить на своих двоих. А приучая к комфортному лежанию, сидению вот так вот на руках, то есть да, вы можете разменивать свое тело, разменивать свои удобные позы и позволять ему вот просто танцевать под ребенка, только ему было, чтобы удобно. А перспективы на развитие в этом где? Где мотивация самому расти, лезть, познавать мир и прочее? Нет ее, поэтому подняли, посадили, вот так. И для чего вообще все это мы делаем? Левая рука страхует голову от переразгибания хаотичных движений. То есть вы вот так вот, держа, любые свои действия совершаете со страховкой головы и делаете это, если по стандарту где-то до двух с половиной лет не меньше, то и больше. Потому что тело будет расти и вменяемая сила мышц шеи, которая бы, допустим, позволила без страховки вот при таких действиях голову держать, вменяемая сила появится годом к семи. Может быть чуть раньше, может быть в пять. А до этого времени вы одной рукой прижимаете, заставляя ребенка работать, а второй страхуете ему голову, то есть шею, верхний грудной отдел позвоночника. Ваш позвоночник должен иметь вертикаль. То есть все дело относительно базовой стойки, вы ее приняли, ну или уже привыкли. Вот вы заставляете, в общем-то, ту же самую базовую стойку поддерживать ребенка и страхуете рукой. Если вы начинаете понимать, что не вытягиваете ситуацию, начинаете отклоняться, искажаться, на другую сторону, искажаться, опускать плечи или задирать плечи и прочие вещи, которых делать не надо, то чему тогда удивляться, что к трехлетнему возрасту ребенка мать нужно не просто реабилитировать после родов, а реабилитировать после раннего детского возраста ее детей. Почему? Ребенок весит прилично, напряг на одну сторону это много, плюс вы отклоняетесь, добавьте сюда какое-то спонтанное провоцирующее воздействие. Если смещений не было, то есть пятипроцентная, это не так много вероятность, что смещения появятся, но добавьте сюда какой-нибудь рывок или зиму, как сейчас, и вероятность будет уже десятипроцентная, а это достаточно много. Если были проблемы, они усугубляются. Поэтому, да, родителям не очень удобно, детям не очень удобно, но это безопасно, так правильно по природе и это ведет к развитию.